А самые маленькие новгородские спортсмены сегодня доказали свою готовность к труду и обороне. Сдача детсадовцами нормативов ГТО стала настоящим праздником, но здоровых спортивных амбиций и азарта малышам не занимать. То, что движение «Жизнь» этим участникам объяснять не приходится, их скорее трудно удержать на месте. Даже подготовительная разминка перед соревнованиями превращается в зажигательный танец. Неудивительно, на спортивной площадке те, кто пока еще не слишком хорошо умеет читать и считать, и к школьной дисциплине не привык. Первая ступень комплекса ГТО рассчитана на дошкольников, но сами соревнования шуточными не назовешь. Все по-взрослому. Три попытки, строгие судьи и фиксация лучшего результата. Как можно дальше. И... Своим маленьким победам они радуются с азартом настоящих чемпионов. И, в отличие от взрослых, совершенно точно знают, зачем людям нужно заниматься спортом. Чтобы были силы хорошие. Чтобы быстрее бегать. Чтобы хвости были крепкие. Для шестилеток, конечно, задания облегченные. Программа соревнований предусматривает всего четыре дисциплины. Метание мяча, наклон, упражнения на пресс и веселая эстафета. Здесь главная задача не выбрать лучших спортсменов, а привить каждому нормы здорового образа жизни. Комплекс ГТО дает возможность оценить каждому человеку свои физические возможности. В различных способностях. В гибкости, в выносливости, в скоростной возможности. Конечно, основные рекорды у этой малышни еще впереди. Но если желание победить в ГТО простимулирует их хотя бы каждый день делать зарядку, то, можно сказать, свой первый шаг к успеху они уже сделали. Ольга Ионова, Нина Крючек, Галуст Гивандиан. Новости Новгородское областное телевидение.